Всем привет, друзья! Опять я в нем лежу, с утра бегаю. Алеша у нас не дома, он на работе, но в общем, сегодня женщина не будет на работе подправлять, так он солонину обещал привезти. Люди просто, чтобы огурчик и помидорчики на столе на работе поставить. Так вот, поехал домой. Сейчас достанет солонины. В общем, вот так вот небольшой корпоративчик в обед, где на перерыв у них будет. А? Да я не знаю, Алеча. Найдешь? Нет, Алеша, Леча. Ака я достала же, а, я это, понятно. Алеча, еще достань. Отдали его тоже. Вот, что еще? В общем, сегодня у нас горячий день будет. Вчера вечером позвонил бойщик наш, сказал, что пришлет парней. Будем за боем быка сегодня заниматься. Так что готовимся все утро с дедом к этому мероприятию. Все подготавливаем. В общем, так. Что сгорело? Посмотрим, чего выйдет у нас. Нервничаем. Нервничаем, конечно. Как не нервничать? Да, такое дело. Вот, бабушка вообще говорит, ничего не рассказывай, потому что чтобы не сглазить. А я говорю, а чего уже не рассказывать, когда видео выйдет, когда уже все произойдет. Так что, что? Кто-то там уже сглазит, когда уже дело будет сделано. Так что, рассказываю. Вот. Ну, пока еще все у нас впереди. Ладно. Будем доставать сейчас аланину на обед. Что там мы варим, отвариваем? Что-то отвариваем. Бабушка поставила вчера каркасы, достала и мясо. В общем, так. Вот. Что еще из новенького? Помидоры начали сходить. Вынесла, наверное, банок 6 с помидорами на холодное более-менее пространство. На окошко моё в класс туда. Под лампу. В общем, вот все. Петельки пошли. Вот. Перец что-то сидит половина. Вот. Зашел хорошо партнер. Посмотрели мы вчера по номерам. Партнер зашел. Как это? Да. То есть, действительно, видимо, семена у них качественные. Вот. И зашел еще сибирский сад. Перчик один. Ну, там их два. Ну, в смысле, что один сорт. Вот. В общем, буду смотреть, считать. Думаю, сегодня посмотреть, покопаться маленько в баночках. Что там с семенами есть вообще не схожие. Это буду пересеивать маленько. Ничего, успеем еще. И перец успеем. Ничего страшного. Лишь бы росло. Вот такие дела. Ну, посмотрим. Я говорю, перца половина не зашла еще. Может, еще рано. Мы же 23-го его сели. Еще двух недель-то нет. Посмотрим еще. Ну, ладно. В общем, все. Будем дела делать. Возьми сумку, вон там белую сделай. Ну, два сделай в один. Помидорчики. Сок от Эфины достали. Перчики вот такие. Вот народ порадуется, да? Не все делают заготовки. Кто в квартирах живет, так вообще не делают. Так а ты еще что-нибудь поставь? Может, ты на что-нибудь взять сейчас? Ну, а что... А, нет, эта бабушка такое лично присела, чтобы ей ставить. Ну, эти-то возьми в масле-то две. Что? Перец-то. Или что? У нас, по-моему, в масле-то есть. Ну, ладно. Ну, ладно. Так, так-так. Что? У меня здесь болячка. Болячка? А ну, когда я посмотрю, ты что, заноза у тебя? Да нет. Так, что-то. Поцарапался, наверное. Да. Да. Вот. Пойдем, сейчас покажу. Все розы свои перетащила из класса сейчас с бабушки на окно. Полила я. Хочу сейчас фитоспорином еще обработать. Вот. Ну-ка, дай-ка я выйду, поснимаю. Помидоры-то у меня всходить начали. Покажу маленько. Вот. Такие вот сходят. Они у меня под крышками за ночь, слышите, за ночь вылупились и уперлись в эту крышку. Надо будет в следующем году чуть пониже еще садить. Что-то я пожадничала, опять земли много насыпала. Вот. Но пока еще не открываю. Сейчас они маленько у меня очухаются. Вон они, поэтому кривонькие, кривобоконькие такие стоят. Ну, вот как первые петельки начинают идти, так я их сразу на свет, на окно более прохладно. Чтобы было вот как-то так. Это мои облепихи. Как я не жаловалась, что они по одному в стакашке. Как видите, все всходит. Все по две штуки будут наши елочки. Кому нужно, друзья, подъезжайте. Поделюсь стаканчик, другой отдам. Тоже спрашиваем у всех родственников, надо кому или не надо елочку. Вот она тут оказывается стопроцентная практически всхожесть. В общем, что у вас? Петунья я маленько подкосячила с одной банкой. Поставила я на батарею, а там же слой это вот такой в подложке. Чуть-чуть подсушила. Сегодня два кустика у меня засохли там. Ну, не кустика, два всходика. В общем, что-нибудь да это. Думаю, сейчас я эту петунью всю вот сюда хочу перенести. Правда, все равно придется их потом убирать, потому что помидоры сюда придут. Вообще не знаю. Опять начинается эта проблема с местами. На подоконниках как всегда. Салат однозначно придется, наверное, съесть и убрать. потому что помидор только, считай, третий вынесла. Остальные еще завтра будут сходить. Завтра все сюда должны будут перенести. И в итоге петуне некуда деваться. Не знаю, что делать. Пойду, наверное, думать на том подоконнике все-таки. Не знаю. Думаем, думаем. Куда девать рассаду теперь? Ну, что надо каждый день ее смотреть. Все равно что-то... Ой, ладно. Сейчас посмотрим. Видите, у меня и этот подоконник уже занят почти. Вот. Взяла вот эту петуню, вот этот вот коробочек, поставила сюда и с край свис, и где свис, видимо, слишком жарко было. у меня две штучки там погибли. Так вот. Что творю? Вот. А эти помидорки вот еще остались, которые... Тоже вот они, вот они начинают. Но вот эти вот до вечера у меня будут стоять. К вечеру вынесу, чтобы они тоже не успели загнуться опять так под крышечкой под этой. Вот, насыпала, надо было поменьше земли. Что к чему? Не знаю. Ладно. Пойдем дальше. Так. Едим-сидим. Чего насобирала, честно говоря, сегодня обедом не занимались особо. Омлет у меня тут маленько осталось. Рыбка вчерашняя. Орешки. Сыр сейчас маленько отрежу, кусочек. Тут у меня это выпечка тоже вчерашние остатки. Не репетишки. Натерзали, натерзали. Вот это и мне наедать осталось. Вот. А бабушка перчик балуется в масле. Вот такой перец вкусняцкий. вообще. И Урсула что-то рыбу просит сидеть. Вот такие вот дела. Ладно. Все, пока вроде нет новостей. А, Фадей пришел. Принес мне к 8 марту пятерку за контрольную по математике. Довольный. Вот. Что ждем, друзья мы? Бойщиков. Не едут. Обещались до обеда. Сначала сказали после обеда. Потом перезвонили и сказали до обеда. Короче говоря, уже пообедали мы с бабушем. Алеша сегодня обедает на работе. Ну, может, и к лучшему Алеша хоть приедет. Он как бы сказал, что сейчас они женщин поздравят. Там у них обед корпоративный проведут, так скажем. И он обещал приехать. Так, может, и лучше, что они задерживаются. Хоть он дома будет что-то помогать, чтобы это... Ой, вообще, конечно. Когда колят скотину, вот, у меня с утра, даже с ночи, мне, по-моему, ночью что-то даже снилось про эту тему. В общем, никакого покоя, как на иголках. Вот сижу, сейчас жду. Уже потом успокаиваешься, когда дело сделано, так говорится. В общем, вот такой неприятный сегодня денёк, честно-то говорю. Ой, ну, я тут что, косячила-косячила со своими этими перчиками-то. В общем, полезла копаться я ведь в них. Сдуру, так сказать. Даже две банки, короче, разворотила, потом их пересеяла. А потом уже дальше пошла, и я, слушайте, нашла семечки, которые вот-вот проклюнутся, чуть-чуть беленькое уже наклюнуть. Короче говоря, рано я полезла, как минимум две недели. Видите, видимо, семена разные у производителей. У кого-то старенькие уже, ну, в смысле, не этого года, у кого-то, видимо, свеженькие. Вот, и свеженькие-то вот уже растут, а старенькие ещё только-только наклёвываются. В общем, вот как-то так. Так что надо давать время перцу всё-таки. Не надо рыть раньше времени, но это я, знаете, меня уже не терпёшь какой-то, видимо. Вот такие вот дела. Ходим туда-сюда вот по комнате и ждём, и ждём. Ну что, друзья, уже два часа мы всё ждём. Алёша уже приехал, отдыхает сейчас, но вот, с минуты на минуту. А я сварила опять борщец. Съедает, слушайте, всё подчистую, поэтому варю. Ну, тут у меня в основном капуста. Кстати, говоря, неплохо вес уходит вот на такой, на таком капустном супе. Пол свеколки, пол морковки и капустки, кусок, и мяско там нащипали. В общем, вот так. Такой вот суп почти каждый день Марин всё едят. Ну что, друзья, вечер у нас поздний уже. Всё, занимаемся мясом. Под навесом у нас куски навешены. Обрезаю. Мясо не показываем, но я думаю, вы видите на фоне. Вот. В общем, такая вот, они, в общем, пришли у нас, получается, в пол третьего. Поздно. В итоге я мясо начала только обрабатывать наверное, часов в пять, да? Нет, шесть. Мне кажется, в пять. Шесть, шесть, я это, ёпка. Ой, в общем, вот так как-то. Сколько успею? Сейчас сколько уже время? Девять, наверное, доходит, да? Восемь. Восемь ещё. Ну вот, за два часа я две трети, получается, разделала почти. Две задние ноги разделала, сейчас переднюю одну уже почти до раздела. Рёбра встали, сейчас её уберём машину Алюшу надо загонять сюда. Вот, одна нога передняя наверное, на завтра останется у нас. Ну вот, это надо убрать. Так что, ну ничего, мне нравится столько мяса, конечно, нам сейчас надолго, хватит и фарша наделаем, и всего, так что работаем сегодня, я даже без ужина сегодня осталась. Давно такой гимнастики не было уже без спины. Вот такие дела. Сейчас ещё фарш, ну, мясо мы решили эти кости все оставить и рубить, будем уже в воскресенье, завтра Алюша с дедом поедут с ребятишками на соревнования в Тагил. Далеко опять поедут, поэтому приедут поздно, вечером уже. Вот, что ещё? Бабе с дедом системы проставили сегодня, всё нормально так сделали, успели. Так что, все дела сделаны сегодня, так что, наверное, попрощаться, я буду дальше резать. Нарезаю, нарезаю, потом пойду ещё буду крутить до полуночи, а два ведра хотим оставить, завтра уже буду износить, потому что мясорубка у меня не выдержит, она мне так уже что-то барахлить стала. Боюсь, как бы она у нас не крякнула, а то придётся к 8 марта мясорубку брать. Вот такие дела. Такой сегодня день. Сейчас полегче Люсю будет управляться. Ну, ладно, всё тогда, прощаемся, до завтра, завтра у нас суббота, завтра стрим, напоминаю всем, кто просил напоминать о стриме, и это, готовьте свои, в общем, темки свои, чтобы мы с вами завтра интересно посидели вечером, на посиделках, на наших субботних. Вот, надеюсь, Алёша пораньше приедут, не будет там очереди у них, и в общем, всё успеем. Ладно, всё, до завтра прощаемся, всем удачи, сил мне закончить всё это дело, ну, как закончить, хотя бы то, что я напланировала сегодня, чтобы всё закончить, хотя бы до полуночи, и всё, завтра увидимся, пока-пока, всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok